привет друзья ну что мы продолжаем снимать видео на тему какие ошибки бывают при выборе велосипеда как не надо выбирать велосипед и сегодня хотели бы поговорить об одной из основных ошибок это выбрать велосипед неправильно по предназначению вот на сегодняшний день существует достаточно много типов и разновидностей велосипедов и человек который как бы с этим часто не сталкиваться но зачастую как бы не может выбрать и понять что же ему оптимально подойдет вот конечно же на любой велосипеде можно везде ездить но вопрос насколько это будет для вас удобно комфортно насколько вы будете получать удовольствие здесь я хотел бы привести пример с автомобилем конечно можно купить хороший большой внедорожник вот но если вы будете на нем ездить только лишь по асфальту но наверняка это будет не самое комфортное оптимальное удобное его использование то же самое если вы купите спортивный автомобиль и будете пытаться ездить на нем по бездорожью это будет не самый подходящий вариант то же самое бывает и по велосипедам вот что же делать чтобы не совершать такую ошибку и чтобы ваша езда на велосипеде действительно вам приносило удовольствие но для начала нужно сориентироваться какие все-таки бывают типы велосипедов и сегодня я вот вам попытаюсь рассказать достаточно кратко какие основные типы велосипедов бывают сориентировать вас но делать это не с точки зрения велосипеда а с точки зрения ваших целей и задач потому что на самом деле это главное при покупке велосипеда перед покупкой всегда у человека все равно есть какая-то идея где и как он хочет кататься вот и это и есть приоритет от которого нужно отталкиваться при выборе велосипеда вот я сейчас вам расскажу какие бывают типы вот чтобы вам маленько сориентироваться но сделаем это вот именно с точки зрения ваших целей и задач например у вас есть цель и задачи велосипед использовать как транспортное средство ездить на нем на работу перемещаться по городу и больше в принципе вы не как использовать его не хотите тогда для этого вам подойдет дорожный велосипед вот пример вот такой вот вам покажу жесткая рама значит колеса получаются узкие с небольшим протектором здесь сразу же он оборудован крыльями и подножкой то есть вот такой классический городской дорожный велосипед ну кстати могу сказать что в европе как раз данный тип велосипеда является самым популярным и самым массовым вот на таком велосипеде в городе будет максимально комфортно такой пример то есть у вас стоит задача это тренировки это возможно участие в каких-то соревнованиях очень поддержание своего здоровья физического тонуса и так далее но и вы собираетесь кататься по дорогам тогда для вас конечно же нужен шоссейный велосипед это уже спортивный снаряд на котором развиваются большие скорости и предназначен он именно для тренировок и соревнований вот такого плана оптимально будет для вот таких целей такой пример что вы хотите ну достаточно часто которые встречается что вы хотите кататься и по городу и по парках и выходные выехать за город и где-то проехать по лесу то есть для этого нужен уже некий универсальный велосипед и как раз здесь хорошим вариантом будет вот такой велосипед это непосредственно как в народе его называют горный велосипед или мтб также здесь идет жесткая рама но уже вот такие вот колеса и покрышки то есть на самом деле на нем достаточно комфортно кататься и в городе по асфальту на грунтовых дорогах в лесу по лесным дорогам тропинкам и так далее то есть как раз вот такой хороший универсальный велосипед но здесь же хотел бы сразу вам сказать что есть велосипед и так скажем женская серия чем она отличается от мужских но здесь сделана рама чуть-чуть по другому то есть она более короткая вот короткая база это вот это вот расстояние то есть что это позволяет у нее получается более высокая посадка вот и заниженный вот этот узел на велосипед удобнее слазить и залазить у него более короткая база это позволяет как бы более высокую посадку и более управляемый велосипед становится то есть то что вот наверное для девушек интересно получается вот такие женские велосипеды вот какие еще могут быть цели и задачи ну к примеру у вас есть цель кататься по бездорожью по каким-то технически сложным участком где есть не знаю камни корни какие-то трамплины и так далее для этих целей нужен конечно же уже двух подвес двух подвес это велосипед где есть передний амортизатор и задний амортизатор то есть именно такая конструкция позволяет ездить по бездорожью преодолевать какие-то препятствия достаточно сложных условиях то есть и только второй момент что я бы выделил что да он более комфортный но это уже вторично первое что велосипед создан именно для езды по технически сложным участком каким-то по бездорожью и так далее вот чтобы какие еще могут быть примеры но чуть-чуть коснемся детских чтобы правильно выбрать детский велосипед это нужно ориентироваться на возраст и рост ребенка тема конечно по детским велосипедом это достаточно большая и как бы можно посмотреть сколько их есть и на по детским велосипедом мы сделаем отдельное видео я вам расскажу как можно ориентироваться и правильно подбирать детские велосипеды вот и что еще хотел бы сегодня вам рассказать ну на сегодняшний день у нас очень актуальна и популярна тема электро велосипедов мы продаем хорошие качественные велосипеды не китайские которые едут сами а вот система с помощником когда велосипед нужно в любом случае педали крутить чтобы он ехал какие могут быть цели и задачи у человека который хочет купить электро велосипед ну здесь я могу вам привести какой пример что если вам хочется кататься в каких-то сложных местах я не знаю там в горах или ездить на длинные расстояния но в силу там разных обстоятельств у вас нету времени для тренировок у вас нету нужной физической формы как раз хорошим решением будет электро велосипед который повысит ваши способности и возможности и вы сможете проезжать такие трассы технически сложные и проезжать такие длинные расстояния которые вы сами никогда не проедете то есть на самом деле это очень крутая интересная вещь сам много раз тестировал вот я вижу что цели вот у вас должны быть такие что вы хотите какие-то получать новые ощущения проезжать новые трассы и так далее но для этого вот как раз вам поможет электро велосипед тема большая тема интересная по электро велосипедом обязательно мы сделаем еще одно видео по электро велосипедом и расскажем более подробно потому что там тоже много разных типов вот друзья вот очень краткая такая ориентация по велосипедам но что еще бы вам хотел сказать в любом случае прежде чем купить велосипед подумайте определите для себя какие ваши основные цели и задачи все равно они у вас какие то есть после этого вы можете уже сориентироваться или прийти в магазин и с продавцами разговаривать именно с этой точки зрения что я хочу кататься там то и там то мои цели и задачи вот такие тогда будет гораздо проще и правильнее подобрать вам велосипед тоже точно также в интернете вы можете будет сориентироваться когда вы четко понимаете где и как вы хотите кататься и это позволит вам действительно получать удовольствие от катания велосипеда потому что ну на самом деле мы велосипед и используем для того чтобы получать удовольствие какие-то эмоции физические эмоциональные и так далее то есть чтобы это нравилось вот друзья вот такую сегодня хотел вам дать информацию если вам понравилось ставьте лайки пишите ваши комментарии вопросы в следующем видео я вам расскажу как быстро и просто определить уровень велосипеда а пока на этом все спасибо за внимание всем пока